Итак, идем к прокату. Практическим теперь таким вопросом, который люди задают, уже конкретно практическим. Почему тема деторождения так важна в связи с ВИЧ? Потому что большинство ВИЧ-положительных женщин находится в детородном возрасте. То есть к вам будут приходить молодые женщины с этим вопросом. Ну вот от 16 до 35 лет женщины обычно. ВИЧ-инфицированные бывают в этом возрасте. И четверо из пяти, вы помните вчерашние цифры, четверо из пяти людей, живущих с ВИЧ, моложе 30 лет. То есть 80% ВИЧ-положительных людей находится именно в этом возрасте, детородном. Ну и проблема фертильности. Фертильность – это вынашивание ребенка и способность к рождению. Изначально для ВИЧ-положительных пар всегда будут вызывать определенные толки. И вот давайте мы сейчас с вами поговорим об этом. Ну, во-первых. Во-первых, ВИЧ-положительные клиенты будут иметь определенные проблемы с зачатием. Потому что при зачатии возможна передача ВИЧ-инфекции здоровому супругу. То есть, скажем, придут такие пары, которые максимально заботятся друг о друге. В них идет максимальная такая ответственность и пользуются презервативами максимально. Ну вот, хотим ребенка. Как? Как сделать нам в этой ситуации? Кроме того, будут подниматься этические вопросы, связанные с беременностью ВИЧ-положительных клиентов. Это уменьшит продолжительность жизни, потому что это нагрузка для женского организма, беременность. Ну, потом, что касается… Плюс еще положительный статус. Конечно. Потом риск заражения здорового партнера и ребенка. То есть, этот вопрос будут задавать. Какие-то другие риски, социальные ситуации. Ну, хотя вот та ситуация… С ребенком, который будет ухаживать за родителем больным СПИДом или останется сиротой в подростковом возрасте. Это ситуация проблемная. Дальше, значит, зачатие… Существует несколько вариантов, ну, как понятно, да, что существует несколько вариантов вероятности зачатия, где ВИЧ-положительный муж и здоровая жена, либо ВИЧ-положительная жена – здоровый муж. И третий вариант, где оба супруги ВИЧ-положительны. И поэтому, если пара хочет иметь ребенка, очень важно вообще в идеале, чтобы это обсуждалось с врачом. В идеале. Но опять мы говорим, что, к сожалению, такого идеала, ну, не везде можно найти такой идеал. Поэтому, вы знаете, это та информация, которая, в общем-то, может владеть и должен владеть душепопечитель для того, чтобы, ну, помочь людям разобраться в этой ситуации. Как происходит зачатие? Ну, так немножко анатомию углубимся для того, чтобы понять, что вообще происходит. Вот на верхней таблице вы видите подъем уровня гормонов в момент овуляции яйцеклетки. Овуляция яйцеклетки – это когда яйцеклетка выходит из яичника и готова к оплодотворению. Это за 14 дней до умещенных. Да, первого красного дня календаря, да? Вот это день овуляции. В рекламе говорится. Это самый лучший день. Благословенный день для того, чтобы иметь ребенка. То есть этот день, конечно, вычисляют супруги сами. Но, конечно, проблема вычисления в чем стоит, мы не можем точно сказать, когда будет первый день менструационного цикла. Но, тем не менее, каждая женщина, ее муж тоже, по идее, знают примерно, когда это будет. Отсчитывать назад 14 дней. И вот этот день, ну, плюс-минус один день прибавьте там, да, чтобы… Вот эти дни – это как раз самые благоприятные для овуляции. То есть это нужно знать. Для рождения ребенка, для зачатия ребенка. Для зачатия ребенка. Это самый благословенный день женского организма. То есть это первое, о чем нужно поговорить. Знаете ли вы примерно на несколько, будем так говорить, месяцев вперед, вот так, можете ли вы примерно прикинуть дни овуляции, хотя бы на ближайший месяц. Да, то есть вот это ликбез, который, в общем-то, нужно как бы всем знать, конечно, не только вот таким парам. Итак, первый вариант. Если ВИЧ положительный является муж, а жена – здоровая. И тут есть 4 варианта зачатия, которые, будем так говорить, рекомендуют для того, чтобы снизить риск инфицирования здоровой жены. Во-первых, это незащищенный половой акт в определенное время цикла. То есть в момент овуляции используется незащищенный. То есть без презерватива, половой акт. Но перед этим обязательно нужно снизить, конечно же, вирусную нагрузку. То есть обязательно сдать тест на вирусную нагрузку. То есть количество ВИЧ в крови сколько находится в вирусной нагрузке. Если у мужа высокая вирусная нагрузка… То лучше не использовать этот метод. И лучше заниматься, может быть, активным даже лечением. То есть так и объяснить. Вы знаете, мы хотим зачать ребенка, чтобы снизить вирусную нагрузку. И при минимальной вирусной нагрузке использовать первый вариант. Во-вторых, использование донорской спермы. Ну это часто не приемлет, потому что говорят, мы хотим иметь нашего, чтобы этот ребенок был как бы… То есть заранее будущего ребенка уже не принимают. Как будто бы это будет не их ребенок. Вот. Ну тут уже в любом случае… Ну это этические такие соображения, по которым каждый человек принимает сам. Готов он принять этого ребенка или нет. Так же, как и в третьем варианте – усыновление и удочерение ребенка. Мы его принимаем как своего или просто берем на какое-то время на воспитание. То есть, ну… Это тоже выход, чтобы пара имела ребенка. Не понравилось, как однажды сказали, усыновленный ребенок или вот такой вот ребенок от донорской спермы – это ребенок, рожденный в сердце. Вот если этот ребенок родится в сердце, он будет твоим. Если он не родится, то, знаете, в принципе и свои собственные дети. Одно дело стать биологическими родителями, а другое дело, чтобы этот ребенок все-таки в сердце родился. Вот тогда только начинается настоящее родительство. Ну и последний, четвертый способ зачатия ребенка – это очистка спермы. Это очень дорогой способ. Его открыли и применяют очень… началось из Италии. Идет он, основывается на том, что сами сперматозоиды не являются носителями ВИЧ. То есть, ВИЧ находится в жидкости. В семенной жидкости? В семенной жидкости. А сами сперматозоиды не являются носителями ВИЧ. И вот основываясь на этом открытии… И вот очищая сперматозоиды от этой жидкости, и сами выделяете сперматозоиды, очищая их, и внедряя во влагалище жены, возможно, зачатие здоровой, без передачи ВИЧ, скажем так. Да. Но опять мы хотим сказать, что это очень дорогой, пока еще очень дорогой способ, но он уже существует. То есть, мы можем как бы донести эти сведения, а дальше уже пусть люди… Если у пары есть средства, возможности… Почему бы нет? То есть, мы им должны сказать, что, ребята, такая вещь существует. Дальше следующий момент. Что мы хотим сказать? Что вот незащищенный секс в определенное время цикла, особенно если приходят пары, которые действительно, ну, постоянно склонны к тому, чтобы использовать защищенный секс… Но хотят иметь ребенка, им нужно объяснить. Что вообще этот метод мы не поощряем. Ну, это мы. Вот. Ну, вы уже смотрите. Потому что есть риск заражения здорового партнера, ну, и потом то, что даже если вирусная нагрузка не определяется, это не значит, что в сперме нет вируса. То есть, риск остается. Поэтому, как-то мы предлагаем выбирать из последующих каких-то вариантов. Ну, вы скажите, что, ну, по крайней мере, хотя бы три дня, а потом опять использовать защищенный секс. Ну, вот про очистку спермы мы говорили. Что основывается на предположении, что сам ВИЧ со сперматозоидами не связан, но присутствует в семенной жидкости. Она разработана в Италии в 90-х годах. При этом сперматозоиды отделяются от жидкости, очищаются, и в определенный день внедряется в влагалище женщина для того, чтобы она забеременела. Но он доступен, может быть, только на Западе где-нибудь, в Европе. У нас тоже уже доступен. Ну, это и есть, но очень дорого. Очень дорого. Теперь следующий вариант, когда ВИЧ положительная жена и здоровый муж. Конечно, здесь опять нужно подумать о том, чтобы устранился риск заражения мужа. Идет самостоятельная такая инсеминация. То есть достаточно под рукой иметь презерватив, без спермицидной смазки, которая убивает сперматозоиды. Или там шприц, как это, грушу вот эту. Катретер. Груша, спринцовка, да, как называется. Для того, чтобы была такая самостоятельная инсеминация женщины. То есть определить время благоприятное для зачатия. И в эти дни 2-3 раза ввести семенную жидкость мужа во влагалище. То есть... И ждать результат. И ждать результат. Все просто. То есть муж-то здоровый, у него все в порядке, просто вот эту его семенную жидкость надо ввести искусственно. Понятно, да. То есть это можно сделать без врачей. Все самостоятельно, все в домашних условиях. И максимально дешево. То есть здесь вот может потратиться только на вот эту грушу. И все. Или на шприц. Дальше. И третий вариант, когда оба супруга ВИЧ положительны. Являются носителями ВИЧ. Ну здесь, конечно, нужно думать о времени благоприятном для зачатия. Опять определить день овуляции яйцеклетки. Незащищенный половой акт в определенные дни. А во все остальное время использовать, презерватив. Учитывать, возможно, повторное заражение ВИЧ другим вирусом. Другой подкультурой, под субтипом. Другим субтипом. Риск передачи устойчивого вируса тоже может быть. То есть, допустим, мы оба применяем АРТ-терапию для того, чтобы снизить свою вирусную нагрузку. Но ее ВИЧ устойчив к моим лекарствам. А я ей передам этот ВИЧ. То есть, может быть, такое повторное заражение. То есть, это действительно очень сложная проблема. Потому что действительно есть такой миф. Мы уже говорили, еще раз повторяем. Что если два ВИЧ инфицированных, терять им нечего. Это миф. Понимаете? Потому что у этого вируса такое большое разнообразие подтипов и типов. Иммутации. Иммутации, что там лучше все-таки, максимально нам нужно донести до людей. Защищайтесь. И нужно убедиться в том, чтобы партнеры принимают одни и те же препараты. Незащищенные половые акты проходят только в дни, благоприятные для зачатия. То есть, как бы донести это до них, что они это дело все понимают. Потом это выяснить. Ну и вот консультирование. Во время консультирования, конечно, мы должны обязательно следующие вопросы прояснять. Насколько стабильны их отношения друг с другом? В первую очередь. Ну, это мы подробно разбирали в нашем курсе по семейной этике. Желательно, конечно, чтобы они приехали к вам на какой-нибудь семинар, на консультацию. И вдвоем. И вдвоем. И чтобы они всю максимальную информацию это услышали. Потом обсудите, что вы будете делать, если зачатие не произойдет. То есть, как бы заранее сказать, что... Не стопроцентная гарантия, что именно в этот день, с первого раза у вас все получится. Вполне возможно, что вам попытки придется делать несколько раз. То есть, как бы, чтобы люди не отчаивались. Одна пара у нас даже месяца 4, наверное, ей пришлось на голове стоять. То есть, после вот такой вот такой вот искусственной семинации... Да, им посоветовал ей гинеколог. Ну, чтобы стекало все это вниз. У нее какой-то загиб был неадекватный. Дальше. Беременности, роды, конечно, тоже проконсультировать. Как будто это протекать. Да. Что будет в результате там смерти, болезни? Каким будет состояние здоровья зараженного партнера на момент родов? Или на момент маленького ребенка? Ну, о социальной поддержке обычно предлагаем поговорить. Мы уже говорили о том, что откладываете ли вы деньги на лечение свое? Потому что, кто знает, будет ли доступно РТ. Потом лечение протеонистических заболеваний сейчас тоже дорого. То есть, если у вас действительно специальный такой, ну, будем говорить... Плюс еще траты на ребенка понадобятся. Счет в банке, может быть, даже откроете специально на это дело. То есть, вот эти вещи все нужно обсудить. Потому что обычно люди об этом не думают. Понимаете, у них вот цель – зачать ребенка здорового. Но родить зачать здорового ребенка, да... Значит, его воспитать и вывести в жизнь. Конечно. То есть, нужно все эти вопросы обсуждать. ТВ-семинари – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok